А теперь к другим темам. В 2008 году законодательным собранием Краснодарского края был принят закон о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по ведению учета граждан отдельных категорий, нуждающихся в жилых помещениях. О том, как велась эта работа на территории Славянского района в 2013 году, Роману Синеговскому доложил главный специалист службы по учету граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий Геннадий Дзитко. Подробности в следующем материале выпуска. За время существования службы, благодаря федеральным и краевым программам, в нашем районе улучшили свои жилищные условия 227 семей. Основные категории – это ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родители, ветераны локальных войн, вынужденные переселенцы. Год прошел 2013. Хотел бы узнать в нашей с вами работе поставленные задачи, которые губернатор перед нами поставил, Александр Николаевич Ткачев, по вопросам обеспечения жильем. Что решилось, что не решилось? Доложите, пожалуйста. На 1 января 2013 года в списках очередников у нас состояло 97 семей – граждан отдельных категорий. В течение 2013 года эта очередь у нас увеличилась и к концу года достигла 146 семей. Несмотря на рост очередников и существующие экономические трудности, жилищный вопрос в нашем районе постепенно решается. В прошлом году квартирами были обеспечены 40 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ряд других граждан отдельных категорий. Роман Сенеговский высказал обеспокоенность тем, что в районе есть еще ветераны, не обеспеченные жильем. Геннадий Дзятко объяснил, что это три ветерана, которые встали на учет в октябре 2013 года. И в ближайшее время жилье им будет предоставлено. В прошлом году у нас жилье получили или улучшили жилищные условия 49 человек, в том числе 40 детей-сирот, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа. Значит, 3-5 участников Великой Отечественной войны у нас получили жилье. Ветеран боевых действий один получил, инвалид и участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. С Романом Ивановичем обговорили перспективы обеспечения жильем на 2014 год, наши возможности. И обсудили наши действия, которые необходимо предпринимать для более полного удовлетворения жильем граждан отдельной категории. Завершая встречу, глава района поставил задачу использовать все возможности для максимального привлечения средств по краевым и федеральным программам для улучшения жилищных условий нуждающихся граждан. Тина Копачевская, Михаил Варгулёв, программа «События».